приветствую вас сегодня будет обзор вот на такую непонятную помаду трансформер скажу сразу изначально я скептично от ней относилась и она у меня валялась несколько дней потому что посмотрев на оттенок что это такое я думала ну зачем зачем да и мне не нравится хвалить то рассказывать пидель с впечатлением то что мне изначально не нравится то есть я все-таки за честные обзоры вот посмотрела нанесла и в спешке нанесла одну помаду добавила вот этот черный и получилась фигня вот реальная фигня и я сразу стерла удалила макияж губ и думаю и все отложилась ну ладно буду разбираться потому что если компания производитель выпускает и на большие объемы значит это что-то такое действительно прикольное новое не зря же компания вбухивает бешеные бабки для того чтобы продавать это да ну надо разобраться там ладно отложила дальше я сегодня начала смотреть то есть первое да нанесла свой оттенки провезла вот этой вот помады по ним и получилось опять какая-то фигня да думаю ну что ж это такое что же такое и потом я решила нанести на помаду кисточка давайте я вам все подробненько покажу что это произошло а да и кстати вот этот оттенок в принципе приемлемый мне очень нравится что получилось это вот с этой помадой давай давайте смотрим так вот помада и первый вопрос у меня а можно ли эту помаду наносить как самостоятельный продукт давайте проверим страсти какие но так самостоятельно вряд ли кто будет использовать эту помаду скорее всего на хэллоуин знаете какой то получается черно-зеленый зеленцой оттенок ой боже честно говоря какая-то фигня получается я не вижу особого там крутого результата вообще задумка этой помады помада трансформер это как-то обыграть ваши любимые но уже скучноватые для вас оттенки чтобы привнести что-то в новое свежее в макияже сделать какое-то интересное решение на мне помада 5 в 1 яркая фуксия не сделать готовский макияж я буду потихонечку наслаивать оттенок и смотреть что будет происходить с губами как мы видим ничего такого кричащего и противоречивого нету и это не помада года в принципе интересный оттенок сейчас я дотянула на оставшуюся часть чтобы посмотреть насколько получился цвет плешивит ли и как она смотрится в принципе к трансформации интересно поиграться поэкспериментировать с вашими помадами получился такой интересный бархатистый оттенок и нет она не плешивит она нормально смотрится глубина оттенка мне понравилось в принципе а вы как считаете давайте на каком нюдовый посмотрим оттеночек мой самый любимый оттенок помада the one 5 в 1 пыльный розовый он уже сам по себе такой немножко сероватым холодным по тоном не безумно безумно нравится это не тот оттенок до 50 оттенков красного это все таки был приглушен это полуматовая что-то но очень крутой эффект от мне безумно безумно нравится как и запах вот именно на веночка давайте попробуем трансформировать эту помаду как бы якобы любимую во что-то другую опять же таки набираю кисточку чтобы не испортить вы знаете получается прикольно более глубокий потом интересно интересно докрашу чуть-чуть в ежевичную сторону получился оттенок принципе интересно интересно если я хайла эту помаду и зачем думал как я и буду делать обзор на нее потому что фигня полная и только для готов то сейчас почему бы и нет нанесла и мне нравится оттенок который я получил я от этого кайфую помимо того что это мой любимейший оттенок еще немножко его углубив еще сделал больше более стильным мне кажется получился крутой вот отдельно в компании oriflame нет такого оттенка а с этой якобы думающей фигней это интересный стильный инстаграмный оттенок и так отдельно этот оттенок выглядит вот так но черное непонятно что-то страшное запах нейтральный не сказала бы что он мне не нравится такой средненький что-то легкое на мне помада карамельный беж с теплым подтоном давайте трансформируем в холодную доделаем дальше в принципе тоже интересно получился прикольный оттеночек правда же мне прям стало интересно что произойдет с красной помадой если смешать вот эту черноту у меня есть красный оттенок помады но красный оттенок теплый он мне не подходит мне все-таки нужно что-то приглашенное ну-ка давайте поэкспериментируем посмотрим что у нас получится получился такой красивый брусничный оттенок правда же мне он больше намного нравится чем тот оттенок который у меня был он потому что выбивался у меня по каме это круто это круто мне кажется чем больше экспериментирую с помадами тем больше я все-таки понимаю что классная штука хотя изначально я реально была скептично против нее даже думал как мне делать обзор на такую фигню есть ежевичные такие брусничные оттенки когда ты наносишь помады они пляши ведь они отвратительно просто смотрятся на губах а это получается реальный прикольный оттенок глубокий и он мне реально идет захотелось еще сейчас взять новые оттенки помад добавить и посмотреть что из этого выйдет я вспомнила свою любимку помаду хит 2017 года матовая помада лиловая орхидея подарю ли я ей второй шанс может она тоже будет фаворит что что-то получается такая вкусная ежевика чем больше экспериментирую с помадой тем больше мне это нравится что мне не нравится это когда у вас есть самостоятельно помада вот раз и нанесли а тут вам нужно еще мудохаться добавлять кисточка какой-то оттенок тон но зато ваша помада играет совершенно по-другому и получается реально новый оттенок больше всего такая помада игра цвета мне кажется мне кажется подойдет типа внешности лета то есть холодным потоном кожи когда вы еще добавляете углубляется усиливаете вашу помаду 50 процентной скидкой лимитка то есть она вот выпустилась больше ее не будет 229 рублей и по скидке вип-клиента стоит 183 рубля если у вас скидки нет внизу напишите мне я могу ее формить мне кажется прикольно на любую вашу помаду любимый любого бренда который у вас есть чтобы дать оттенку помаде второй шанс пробовали ли вы эту помаду с какими оттенками играли напишите в комментариях спасибо вам за поддержку и до новых встреч пока пока